Сотни тысяч тонн токсичных отходов под открытым небом. Смолы, эмульсии, растворители и даже такие опасные вещества, как ртуть, мышьяк, цианида и фенолы. Все это еще с советских времен хранится на полигоне Красный Бор. Чтобы их утилизировать, здесь уже началась масштабная генеральная уборка. Огромные накопители, хоть и находятся под понтонным укрытием, но едкий запах ощущается повсюду. В картах едва ли не вся таблица Менделеева. За полвека, что работал полигон, здесь накопилось 2 миллиона тонн яда химикатов первого и второго классов опасности. Среди них фенолы. При вдыхании вызывают химические ожоги и нарушения работы нервной системы. И цианиды. Опасны сильнейшей интоксикацией, вплоть до летального исхода. Сюда свозили те отходы, которые раньше невозможно было переработать. Большинство из них хранятся в закрытых картах под мощным слоем кембрийской глины, которые, как утверждают ученые, являются вечным природным фильтром. Скорость фильтрации данной кембрийской глины представляет 10 в минус 6 степени. И расчетное время фильтрации порядка тысячи лет. Всего на территории полигона находится 70 карт, 65 из которых были закрыты до 1980 года. Открывали полигон как временный на 5 лет. Но в итоге срок его службы превысил полвека. К тому же в 90-х работа могильника практически не контролировалась. А отходы продолжали поступать тоннами. В 2014-м Красный Бор был закрыт и передан из муниципалитета в федеральную собственность. В наследство достались огромные котлованы с высокотоксичным содержимым. Всего на полигоне 5 открытых карт, которые представляют особую опасность. Глубина самой большой 24 метра. Она заполнена кислотами. Соседняя нефтепродуктами. Один из дивизионов Росатома, федеральный экологический оператор, займется ликвидацией отходов и уже разработал план рекультивации. Как только проект будет утвержден, на полигоне приступят к поэтапному обезвреживанию яда химикатов. С развитием технологий мы получаем возможность то, что раньше захоранивали, сейчас перерабатывать и понижать класс опасности. Не всегда до безопасного 5 класса, но если мы понижаем даже 1-й, 2-й класс до 4-го, это уже гораздо меньшее воздействие на окружающую среду и гораздо меньшее проблемы в будущем, которые мы можем получить. Что конкретно содержится в каждом из накопителей, до недавнего времени было неизвестно. Документации не сохранилось, и чтобы определиться с технологией, были сделаны десятки проб. Сегодня на территории полигона уже проходит испытание системы очистки. Осушать открытые карты будут с помощью специальной установки. Она позволяет переработать опасное содержимое котлованов и получить в итоге чистую воду и техногрунт. Затем установят специальные защитные завесы, которые сведут на нет попадание опасных веществ в окружающую среду. Будет обустроена система экранов, то есть как вертикальных, это противофильтрационная завеса по периметру всего полигона, то есть 3,5 километра, так и горизонтальные, это специальные экраны, которые укроют всю территорию полигона. После того, как восстановят природный ландшафт, полигон останется под наблюдением Росприроднадзора и дирекции полигона Красный Бор. Таких сложных объектов накопленного вреда в стране немало, в их числе и миллионы тонн отходов, которые ждут своей ликвидации на бывшем байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Избежать экологической катастрофы в Байкальске можно было еще на этапе строительства комбината. На нормальном предприятии цикл замкнутый, то есть все выжигается полностью до углекислого газа и воды, а остающиеся соли возвращаются снова в работу. На Байкальске это сделано не было, построили без вот этого финальной переработки и сделали временные такие сооружения, гидросооружения, бетонированные, которые назывались шлама-накопители. И идея была такая, мы сейчас здесь подержим, а потом переработаем. Вот этого потом не случилось. Эти искусственно созданные озера настолько ядовиты, что при попадании в Байкал могут уничтожить его уникальную экосистему. Достаточно сильного паводка или ливня, и селевые потоки со шлам-легнином могут оказаться в озере. Чтобы этого не произошло, специалисты федерального экологического оператора уже сейчас сокращают объем воды в картах. В рамках первоочередных мероприятий, которые были поставлены перед нашей компанией, это понизить карты шлама-накопителя на 70 тысяч кубометров надшламовой воды. Для реализации этого проекта был проложен трубопровод и построены локальные очистные сооружения. Локальные очистные сооружения имеют несколько степеней очистки, но основная система – это обратноосматическая. На выходе мы получаем абсолютно чистую воду. Лигнин – основной компонент карт-накопителей. По сути, природный материал. Это то, что остается от переработки древесины, но он пропитан различными солями и другими химически опасными веществами. Причем необходимо утилизировать еще и огромные котлованы с щелоком, густо-черной жидкостью, которая куда опаснее, чем лигнин. Сотни проб показали, что содержимое карт настолько разное по составу, что какой-то одной технологии для их ликвидации не обойтись. Также предстоит выбрать, каким методом можно будет создавать почвогрунт, пригодный для посадки растений. Это компостирование, которое позволяет получить почвогрунт, то есть плодородный слой, который впоследствии можно будет использовать здесь на площадке. И это так называемый техногрунт, который получается в процессе литификации, в процессе добавления различных специально подобранных сорбентов к шламу, лигнину. Это такой рекультивационный материал, который можно тоже использовать в рамках рекультивационных работ здесь на площадке. В арсенале Росатома уникальные технологии по переработке и обращению с радиоактивными отходами. Общую концепцию восстановления экосистемы с учетом уникальности региона разработают совместно с экологами и учеными Российской Академии Наук. Задача сложная, но атомщики не первый раз сталкиваются с ликвидацией опасных отходов самого разного состава. У Росатома колоссальная, конечно, технология, накопленный опыт по ликвидации разных нехороших вещей. Ну, например, мою бытность, Росатома, Миноборона, утилизировала 118 выведенных из строя атомных подводных лодок. Некоторые из них с аварийными реакторами, так на минуточку. Уже определены конкретные сроки рекультивации территории бывшего БЦБК. К 2024 году, там, где до сих пор находятся ядовитые накопители, должны появиться зеленые площадки. Еще одно место на карте Иркутской области, Усолье-Сибирская, где также чуть было не произошла экологическая катастрофа. 610 гектаров руины, развалины и сотни тысяч строительных конструкций, зараженных ртутью. Аварийные цистерны с ядохимикатами, скважины с токсичными веществами, линза с нефтяными продуктами прямо рядом с Ангарой. Все, что осталось от огромного в советские годы городообразующего предприятия. В конце 90-х появились собственники, и Усолье-Химпром, некогда лидер химической индустрии страны, был обанкрочен и оказался в ужасающем состоянии. Когда я первый раз приехала в Усолье-Сибирское и увидела вот эти руины, огромный комбинат, гордость советского химпрома, который в таком состоянии достался нам сегодня, мне, конечно, было очень обидно, что в стране есть система, которая позволяет бросать собственнику такие промышленные площадки. И жители этого населенного пункта один на один оказываются просто с этим чудовищным экологическим бедствием рядом. Непосредственно, вы знаете, там 300 метров ближайший жилой дом от этой площадки. На территорию химпрома атомщики зашли вместе с военными и спасателями. Сначала брали пробы, определяли химический состав, только после этого вскрывали цистерны с неизвестным содержимым. Это нефтепродукты, это ароматические углеводороды, бензол, ксилол, это продукты от производства эпихлоргидрина, это глицерин, это соляная кислота, это акриловый альдегид. И, конечно же, отдельно большой блок неорганический, это производство хлора с использованием ртутного электролиза, это ртуть. Ртутью были буквально насквозь пропитаны здания и земля рядом с ними. Масштабы загрязнения оказались такими, что в 2018 году на территории Усолья-Сибирского был введен режим чрезвычайной ситуации, который действует до сих пор. Цех ртутного электролиза был самым опасным местом на территории Усольского химпрома. Сейчас здание полностью демонтировано, и чтобы ртуть не вынести за пределы промплощадки, даже машинам тщательно моют колеса. Необходимо было не только демонтировать здание и обезвредить от ртути строительные конструкции, но и достать грунт, который находился под цехом, герметизировать и изолировать всю его территорию. Активные работы по ликвидации отходов начались около года назад, но уже сейчас некоторые из них завершены досрочно. Например, изолировали нефтяную линзу, которая в 10 метрах от Ангары, поставили нефтеловушки и специальные завесы, чтобы отходы массово не попали в реку. Гектар за гектаром атомщики исследовали территорию комбината и продолжали находить опасные сюрпризы. Усольский химпром был построен в 1936 году рядом с крупным месторождением каменной соли. Негерметичные скважины рассола промысла, сначала сделанные для ее добычи, впоследствии также стали хранилищем отходов. Сегодня 6 из 12 скважин уже ликвидировано, по 4 работы заканчиваются. Таким образом, все, что было запланировано в рамках первоочередных, мы в этом году закончим, как и планировалось. Позже ликвидируют очистные сооружения с иловыми полями и шлама накопителя в 100 гектаров, как и 332 разрушенных и разворованных здания бывшего усолья химпрома. На их месте появится экотехнопарк, строительство которого планируется начать уже в следующем году. Здесь, на площадке Усолья Сибирского, будет экотехнопарк, который будет ориентирован на переработку ртуть содержащих отходов. Таким образом, те отходы, которые мы извлечем здесь сейчас, в процессе рекультивации, будут на этом экотехнопарке переработаны. И также позволят те отходы, которые образуются в Иркутской области, также перерабатывать. Усольский экотехнопарк будет работать по принципу так называемой зеленой химии. Отходы переработают, извлекая полезные компоненты, которые можно будет вновь запустить в производство. Такие экотехнопарки заработают в семи регионах страны, создавая для будущих поколений гарантию того, что на экологической карте страны больше не появится нового красного бора, усолья химпрома или байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Субтитры создавал DimaTorzok